Владимир, приветствуем вас в эфире «Фридом». Добрый вечер. Добрый вечер. Владимир, ну давайте, может быть, начнем от общего к частному. То есть продвижение украинской формулы мира. Более чем конкретные перспективы Украины по вступлению в НАТО, в Евросоюз. Вот как вы в общем оцениваете успехи нашего государства на дипломатическом фронте? Ну я думаю, что мы делаем очень многое для того, чтобы действительно добиться успехов по ключевым приоритетным направлениям. Достаточно упомянуть действительно недавнее решение Еврокомиссии о том, что все-таки будут открыты переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз. Это ведь не на ровном месте. Это результат очень кропотливого, методичного, системного труда работы многих ведомств, тысяч людей в Украине. Конечно, все это делается в любом случае за спинами бойцов наших вооруженных сил, которые защищают нашу страну и позволяют вести эту работу. Но Украина выполнила огромное количество критерий, которые отвечают возможности и необходимости вступления в Европейский Союз. Мне вот недавно договорились принимать участие в большом международном форуме по безопасности. И я спросил одного из чиновников, который отвечает за расширение Европейского Союза. Вот как вы оцениваете работу Украины в этом направлении? Он говорит, что Украина проделала колоссальную работу и любой человек может в этом убедиться, подняв документацию, что Украина работает очень активно в этом направлении. Что касается НАТО, то тоже, конечно, мы, может быть, не получили результата, на который рассчитывали на саммите этого года в Вильнисе, но работа продолжается. И самое главное, что своим героическим сопротивлением, опять же, наши вооруженные силы доказывают, что Украина более чем готова к тому, чтобы стать членом НАТО и оборонять, вообще говоря, этот восточный рубеж Европейского Союза. Так и на многих других направлениях. То есть Украина каждый день доказывает, что она огромной ценой, огромной ценой, ценой огромной крови, огромных усилий, исполченности населения и общества, она должна быть и рассматриваться как часть общей европейской безопасности, как часть трансконтинентальной безопасности. Поэтому, в принципе, это понимают многие в Европе, это понимают многие в Америке, но не все, потому что, к сожалению, иногда действительно бывают такие политические игры вокруг помощи Украине. И многие страны европейские, и вот в Америке, к сожалению, некоторые политические силы в эти игры играют. Но на самом деле, все равно еще, я думаю, что есть перспектива для прогресса, и продолжение помощи будет оказано, будет дальше помощь Украине оказываться. Владимир, а можем ли мы сейчас говорить о той повестке дня, которая перед украинской делегацией стоит, какие там первоочередные задачи, ведь на достаточно высоком уровне, мы видим, что проходит Конгресс, Сенат, то есть обращаться напрямую будут в США к тем, кто принимает решение? Ну, конечно, я думаю, что повестка дня просто очень насыщенная, вот как вообще говоря, насыщенная наша повестка дня отношений с США. Ну, во-первых, действительно, оказание помощи Украине нужно объяснить лишний раз, что мы нуждаемся в этой помощи, что она расходуется именно по назначению, что если есть какие-то сомнения, может быть, в том, куда идет эта помощь, то, пожалуйста, США могут создавать какие угодно контролирующие органы, инспекции и так далее. Мы этого не боимся. Все эти досужие размышления насчет того, что что-то там в Украине идет не по назначению, это все ерунда, поэтому всегда можете проверить, если вы хотите. Так, показать и объяснить, что нужна нам не только помощь оружием, а нужна действительно помощь, вот вы говорили в вашей подводке к моему интервью о том, что нужна помощь и экономике Украины. Чтобы украинское государство работало и правительство функционировало, вот эти 12 миллиардов долларов, они тоже важны, потому что некоторые в Америке сейчас говорят, «Хорошо, давайте дадим деньги на оружие или оружие украинцам, а вот помощь украинской экономике и украинскому правительству, наверное, не надо давать, потому что, мол, Украина коррумпированная держава». Но эта помощь нам нужна, потому что у нас, по сути, несколько фронтов. Один из них горячий, настоящий, вот где сражаются наши военные, а другие, это другой, это тыл, наоборот, где тоже должно работать правительство, должны доставляться какие-то, выполняться какие-то услуги, должны выплачиваться пенсии и так далее. То есть, это для нас тоже очень важно. Если обрушится полностью наша экономика, то гораздо сложнее будет воевать на фронте. Это нужно пояснять американцам, нужно пояснять, что европейская безопасность зависит от того, как закончится эта война. Что, если, не дай бог, американцы сегодня примут такое недальновидное решение о том, чтобы перестать помогать Украине, это приведет к тому, что со временем угроза будет и другим странам в Европе, многие из которых являются американскими союзниками, членами НАТО, и, соответственно, американцам придется еще больше денег тратить на их поддержку, на их защиту, не говоря уже о том, что просто посылать войска, чтобы воевать за их безопасность. То есть, на самом деле, повестка дня огромная, разговор наверняка пойдет, может быть, и о том прогрессе, который мы видели в последнее время, насчет того, что вот некоторая собственность российских олигархов, которая заморожена на Западе, она может быть продана, реализована, и, соответственно, деньги с этих всех продаж могут идти на поддержку Украины. То есть, повестка дня просто огромная, я назвал лишь несколько пунктов, а на самом деле она практически бесконечна, потому что наше взаимодействие с США сейчас очень многоплановое. Владимир, давайте вот обратимся сейчас к насущным, так сказать, проблемам, которые сейчас происходят сейчас в Соединенных Штатах. В Соединенных Штатах, значит, близится 17 ноября, да, дедлайн. Конгресс должен принять так называемый временный бюджет, иначе произойдет шатдаун, всех пугают этим шатдауном. Новый спикер говорит о том, что в этом временном бюджете не должно быть какой-либо помощи другим странам, она должна рассматриваться отдельно. Против помощи Украине вот этой вот насущной выступают трамписты. Можете разъяснить весь этот политический конгрессовый расклад нашим зрителям, что сейчас происходит в Штатах? Да, конечно, действительно подходит дата, до которой, в общем-то, был принят этот временный бюджет, из которого, к сожалению, исключили помощь Украине. Он был выделен на 45 дней. То есть, если до 17 ноября не будет компромисса по поводу постоянного уже полноценного бюджета, то два варианта возможны. Первый из них вы назвали шатдаун, то есть это закрытие правительства, в том смысле, что нет денег платить правительству своим собственным сотрудникам будет. Либо второй вариант, будет принят, может быть, какой-то новый компромиссный промежуточный временный бюджет на какой-то еще период времени. Это тоже возможно. Ну вот, для принятия, допустим, даже временного бюджета администрация Бевый дом, то есть исполнительная ветвь власти, настаивает на том, что на сей раз там точно должна быть помощь Украине. А спикер Джонсон, как вы уже говорили, в общем-то, сомневается в том, что так нужно делать. К сожалению, он принадлежит к этому трампистскому крылу республиканской партии, несомненно, которая подвергает сомнению необходимость предоставления дальнейшего помощи Украине. К сожалению, господин Трамп сделал это одним из своих главных направлений в своей предвыборной кампании, что эту помощь нужно свернуть. И, тем не менее, оказавшись на посту спикера, господин Джонсон сказал, что он согласен, в принципе, поставить на голосование этот вопрос. А если вопрос будет поставлен на голосование о продолжении помощи Украине, то, скорее всего, эта помощь будет проголосована, за нее проголосуют. Потому что, на самом деле, примерно половина членов Павла представителей демократа, чуть меньше, чем половина, они проголосуют, потому что поддерживает президент-демократ Байден эту идею. И в республиканской партии тоже далеко не все против помощи Украине. Почти половина, около половины проголосуют за эту помощь. То есть вопрос, скорее, идет о том, действительно, какой законопроект голосовать, когда его голосовать, когда его ставят на голосование. Задержки тут нам не годится, эта задержка, потому что пока какие-то еще деньги есть у правительства США, у администрации, у Белого дома, чтобы помогать Украине, но эти деньги быстро заканчиваются. Потому что мы знаем, что время от времени проозглашаются новые большие транши помощи военной Украине. Если дальше такую динамику поддерживать, и нам нужна такая динамика для продолжения военных действий, то скоро эти деньги закончатся. Поэтому, конечно, Белом доме немножко в этом вопросе волнуется. Я думаю, что со временем все-таки сопротивление господина Джонсона будет вспомлено, а этот вопрос будет поставлен на голосование. Пока что, вы знаете, как вы правильно сказали, что отдельный законопроект выделения денег Израилю, отдельно без Украины, который приняли в Бывате представители, он не пройдет через Сенат, и тем более президент его не одобрит. Поэтому рано или поздно, для того, чтобы выделить помощь Израилю, а эта тема популярная среди республиканцев и демократов обеих партий, им нужно вернуться к идее, возможно, увязки помощи с Украиной и вот этой большой суммой в 106 миллиардов, которые Белый дом и так уже предлагал им. Куда входит, кстати говоря, и поддержка американских вооруженных сил, и перенасыщение американских складов военных оружием после того, как они отдали часть оружия Украине. И даже укрепление южной границы США, на чем настаивают трамписты, и консерваторы, и республиканцы, они видят угрозу нелегальной иммиграции там. Это тоже есть в этом законопроекте Белого дома, в этих 106 миллиардов долларов. И Китай там есть, и Тайвань там есть. То есть, в принципе, он идеально продуман в этом смысле. И поэтому то, что пока его республиканцы не поддерживают, это чистая водополитика. И вообще говоря, к сожалению, эта поляризация нам вредит американской внешней политике. Если Байден говорит, надо Украину поддерживать, то автоматически, вы знаете, от противного его оппозиции республиканцы говорят нет. То есть, к сожалению, с такой ситуацией мы сейчас часто сталкиваемся. Владимир, ну если наши цели в этой поездке абсолютно понятны, то почему это важно для Соединенных Штатов Америки? Вот этот диалог, продолжение этой помощи? Ну, диалог очень важен. Они хотят понять, какие настроения, вообще говоря, в Киеве, получить последние сведения о том, что происходит на фронте, получить последние сведения из первых рук о том, как продолжаются украинские реформы и борьба с коррупцией. Потому что мы знаем, что американцы, в принципе, выдвигали определенный список некоторых таких вот рекомендаций, можно даже сказать, требований к нам, что нам нужно делать для того, чтобы продолжать бороться против коррупции. Так как это проблема для нас, мы ее осознаем, украинские граждане считают, что это проблема, и с ней что-то нужно делать. А с точки зрения оказания помощи международной, это тоже проблема, потому что распространяются слухи о том, что не надо вообще ничего Украине давать, она настолько корруптирована и так далее. Поэтому нам очень важно постоянно доказывать, что нет, мы двигаемся в правильное направление, что у нас есть прогресс определенный в борьбе с коррупцией. То есть, поэтому американцы заинтересованы в этом постоянном диалоге, понимании, как бы замерить температуру и все угодно. О чем думает сейчас украинцы? Что тревожит нас больше всего? Какие виды оружия, как мы считаем, нам прежде всего необходимы? И так далее. То есть, наше слово здесь важно. Конечно, лидирующая сторона, ведущая здесь, это США. Мы ведомая сторона в каком-то смысле, потому что они выделяют деньги, и они дают оружие по нашей просьбе. Но при этом запросы от нас, и то, как мы будем формировать этот список, того, что нам нужно в первую очередь, к этому американцы прислушиваются. Они относятся к этому с уважением. За последние 20 месяцев, в принципе, это, в общем-то, введение военных действий очень часто согласовывалось с украинскими военными и с американскими военными, американскими советниками. Сейчас мы видим, что у нас сложный период в этой войне, потому что нет особого продвижения в наступлении наших вооруженных сил. Есть, наоборот, попытки россиян перейти в свое контрнаступление на отдельных участках фронта. Для американцев это тоже неприемлемо, потому что они уже ставки сделали на ту войну. Ну, в кавычках, конечно, ставки, в том смысле, что они хотят, чтобы Украина все-таки не проиграла в этой войне. Поэтому они сейчас захотят, я думаю, от этой делегации услышать лишний раз, как в Украине видят свои приоритеты на ближайшее время и где и чем здесь может Америка помочь. Владимир, я бы хотел вернуться к нашей теме, визиту украинской делегации в Соединенные Штаты. Так вот, во время рабочего визита руководитель офиса президента Андрей Ермак провел встречу с представителями украинских и крымско-татарских общин в украинском доме в Вашингтоне. И, как сообщает офис президента, Ермак рассказал им о ситуации на поле боя, о чем мы уже говорили, и о потребностях Украины в оборонной и финансовой помощи. Также акцентировал, что россияне пытаются разрушить демократию изнутри, массированной пропагандой, влиянием на выборы, кибератаками. Но, несмотря на войну, украинское государство ускорило продвижение в Евросоюз и НАТО. Ну, так вот, как известно, в Соединенных Штатах необыяка, да, во многом больше ощутимее поддержка, чем даже в Европе. И, тем не менее, Ермак говорит о вот этом вот российском влиянии на весь мир, да, кибератаки, влияние на выборы. Насколько велика вот именно с этой стороны угроза со стороны России, и как ей можно противостоять, и в частности, со стороны Соединенных Штатов? Ну, это прекрасно, что он проводит такие встречи, и другие наши политики, которые приезжают в США, проводят такие встречи с диаспорой, с общиной, нашей громадой. Я, кстати, говорю на тех фотографиях, только что были на экранах, уже узнал несколько человек, которых я лично знаю, тоже из активистов вашингтонских, украинских американцев. Я думаю, что их роль, во-первых, кстати говоря, очень велика. Они тормошат постоянно правительство США, они проводят разные варианты такие адвокации, как говорится, то есть отстаивают украинские интересы, напоминают правительству США о том, в чем американские интересы. Что касается российского влияния, оно велико. Оно велико с точки зрения информационного вмешательства, вкидывания разных стереотипов, клише. Во многих группах, в разных социальных медиа рассказывается о том, какая Украина коррумпированная, когда начинают копать, выясняется, что вроде бы как бы на поверхности эти люди американцы, на самом деле никакие не американцы, информация поступает тоже из-за рубежа. То есть американцы сегодня знают, что эта проблема есть. С выборов президентских 2016 года они уже точно знают, что Россия вмешивается активно в внутриполитическую жизнь, информационную жизнь, информационное пространство Соединенных Штатов Америки. Поэтому они как могут этому тоже противодействовать. Есть определенная координация здесь с действием между разными ведомствами США, есть определенная координация через два, так сказать, с двух сторон океана, европейцев и американцев. И Украина, которая борется уже многие годы с российским информационным влиянием, тоже в этом плане делится часто своим опытом с американцами. И этот опыт оказывается им полезным, и они очень благодарны часто, когда украинские специалисты по борьбе с дисформацией приезжают в Вашингтон и рассказывают о методах работы российских соответствующих ведомств. Так что, да, эта тема очень важна, и раскрутка антиукраинских стереотипов и клише, которые не имеют никакого подтверждения в реальной жизни, тем не менее, Россия этим занимается. То есть, она занимается не только продолжением этого вооруженного вторжения на нашей территории, но у них, к сожалению, остаются и время, и силы, и ресурсы людские для того, чтобы продолжать вот это информационное вторжение тоже. Владимир, спасибо Вам огромное, что приняли участие в нашем эфире. Я напомню нашим зрителям о визите украинской делегации в Соединенные Штаты Америки. Мы говорили с нашим гостем Владимир Дубовик, директор Центра Международных Исследований, был с нами на связи. Оперативные новости, эксклюзивные видео, аналитические обзоры. Freedom of Telegram, только проверенная информация. Обязательно подпишитесь. Будьте в курсе всех событий. Ссылка на наш Telegram в описании. Спасибо за субтитры Алексею Дубовскому!